Масштабный субботник охватил город и все сельские округа. Наводили порядок не только на центральных улицах, но и во дворах. Жители домов по улице Маяковского решили высадить у себя настоящий розарий. У нас рядом есть парк Ореховая роща, там очень много роз. Мы хотели бы, чтобы и у нас так было. Потому что приезжают у нас отдыхающие, курортные здесь ходят, мамочки с детками. Все любуются, радуются, все помогают нам. Каждый раз, каждую субботу мы здесь собираемся, наводим порядок. Мы вышли на субботник благодаря нашему депутату. Они помогли нам розами. И мы их садим, потому что нам в этом городе жить. Депутат, как и многие его коллеги, в этот день был рядом с жителями своего округа. Алексей Аксенов помог приобрести более ста кустов роз, которые теперь украсят двор. Сейчас люди выходят на субботники, следя за территорией, уже как за своей родной. Это очень приятно видеть. И сегодня попросили приобрести розы для того, чтобы еще улучшить территорию. Каждый год просто видно, как все преображается еще лучше и лучше. Приятно, что люди стали болеть за это. Очень приятно. Каждый старался внести свой вклад. Сотрудники муниципальных предприятий работали сразу на нескольких направлениях. Как и все, сотрудники сегодня вышли на уборку территорий города. Также наш отдел – Центр развития и оказания курортных услуг. Чистим остановочки, подготавливаем к летнему сезону. Настоящий десант высадился на пляжной территории. На Витязевской косе студенты анапских вузов собрали более 140 мешков мусора, который был выброшен штормом. Мы собирали пластик по берегу моря, очищая после шторма мусор. Это уже, конечно, не первый заход, но все равно много мусора. Вся наша большая НАПА вышла на грандиозную большую уборку. Мы убираем не только улицы, но, соответственно, где мы ходим, где мы работаем, а также мы убираем наши пляжи, те места, где мы привыкли отдыхать, где мы рады приветствовать наших гостей. В уборке 12 километров прибрежной территории участвовали порядка полусотни волонтеров. Им помогали сотрудники МУПАКУ, которые выделили три единицы техники. Студенты активно отработали, сделали все. Мы также активно принимали в этом участие. Сами видели, сколько набрали мусора. И это еще не предел. Работа еще есть. Подготовка к курортному сезону идет полным ходом. Ни на минуточку не останавливается. Только вперед. Уже на майские праздники, по прогнозам специалистов, в Анапу приедет более 80 тысяч отдыхающих. И курорт их должен встретить чистыми пляжами, ухоженными улицами и парками. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Попов. Анапа. Регион.